Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Стас Дегтяренко извинился перед зрителями за то, что он выглядит как оборванец. Стасу нечего было носить, но так как ему не дали выходной, то купить себе одежду он попросил Сашу Черно. А у нее ужасное чувство стиля. Сейчас на острове за сердце Леры Фрост борются сразу два парня. Это Стас и Захар Саленко. Лера выбрала Захара, но Стас собирается бороться за девушку дальше. Захар объявил их с Лерой парой и попросил Стаса не вмешиваться. В сети появилась информация о Вальтере Соломенцеве. Он пришел к Али Грибовой. Оказывается, раньше он был священником и носил имя Василий. Мужчина разведен, у него двое детей. Один из поклонников Ольги Рапунцель решил сделать ей щедрый подарок. Насмотревшись на мучения девушки в Матизе от Димы Дмитренко, он предложил подарить ей новую машину. Посмотрим, примет ли Рапунцель в подарок новый Мерседес. Как вы помните, недавно стало известно, что Ангелина Татишвили снималась в фильмах для взрослых. Ангелина возмущена. Она сказала, что на фото и видео изображена не она. Осуждать никого девушка не собирается и каждый человек вправе зарабатывать на жизнь так, как посчитает нужным. Также в сети появился скриншот паспорта Ангелины. Оказывается, девушке всего 20 лет, а она так много уже успела. Марина Африкантова получила букет от таинственного поклонника. «Неожиданно, но очень приятно», – пишет она. Майя Донцова выходит замуж. Недавно пришедший на проект Алексей Купин встал на одно колено и предложил Донцовой стать его женой. Девушка ответила согласием и позволила Алексею надеть кольцо на безымянный палец. Ребята готовятся уже подавать заявление в ЗАГС. И, конечно же, в искренние намерения Алексея в периметре никто не верит. Через полгода, 3 ноября, у Ольги Бузовой состоится большой сольный концерт в Москве. Она планирует выступать в концертном зале, который вмещает 3000 человек. Бузова хочет потратить 2 миллиона на постановку. Но, несмотря на огромные затраты, цены на билеты будут довольно демократичные – от одной до 5000 рублей. Саша Гозиас увезла свою дочку Софию обратно в Балтийск к бабушке и дедушке. Гозиас уверяет, что она не собирается избавляться от дочери, просто ее родители так привыкли к внучке, что не могут жить без нее. И Саша решила временно отвезти к ним Софию. Пусть родители свыкнутся с мыслью, что теперь девочка будет жить с мамой. Влад Кадони очень редко показывает свою девушку, и вот он опубликовал совместный снимок. Анна Девицкая старше Влада на 8 лет, но это не мешает им быть гармоничной парой. У Инны Воловичевой семейный праздник – деревянная свадьба. Ребята 5 лет вместе. «Я так рада, что мы с Ваней встретились 5 лет назад и пошли по жизни вместе», – пишет она, – «потому что это судьба». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.